Урок 29. Задача первая. Две параллельные прямые пересечены секущей. Верно ли утверждение? Бисектрисы соответственных углов параллельны. Допустим, параллельные прямые А и В, секущая С. Если А и В параллельны, то соответственные углы равны. Давайте отметим соответственные углы. Бисектриса делит угол пополам. Если градусная мера одного из этих соответственных углов х градусов, значит, другой тоже х градусов, бисектриса делит пополам угол. Значит, будет х пополам, х пополам, х пополам, х пополам градусов. Значит, бисектрисы соответственных углов будут параллельны, потому что соответственные углы будут равны по х, деленное на 2 градусов. Итак, данное утверждение верно. Задача вторая. Найдите углы, образованные при пересечении двух параллельных прямых А и В, секущей С, если один из углов в 4 раза больше другого. Допустим, прямые А и В параллельны, С секущие. При пересечении образуются углы, один из которых в 4 раза больше другого. Обозначим градусную меру меньшего угла за х градусов, а тот, который больше, в 4 раза больше, значит, 4х градусов. Смежные углы в сумме составляют 180. Значит, 4х плюс х – это 180. Значит, меньше из углов, 180 деленное на 5, 36 градусов. И таких углов будет 4. Вертикальные углы равны, накрест лежащие углы равны. Значит, будет 4 угла по 36 градусов. И будет 4 угла по 144 градуса. Вот в 4 раза больше градусная мера. Вот таков ответ. 4 угла по 36 и 4 угла по 144 градуса. Задача третья. Прямая, проходящая через середину бисектрисы ВЕ, треугольника ВСД, и перпендикулярная к ВЕ, пересекает сторону ВД в точке Ф. Верно ли утверждение? Прямые ВС и ФЕ пересекаются. Итак, треугольник ВСД. ВЕ – бисектриса. Значит, вот эти углы равны. Бисектриса делит угол В пополам. Известно, что через середину бисектрисы – давайте вот середину обозначим буквой О. Эти отрезки равны ВО и ОЕ. Проведена прямая, которая перпендикулярна. Вот эти углы прямые. Значит, из того, что ФО – высота треугольника ВЕФ и медиана треугольника ВЕФ делаем вывод, что треугольник равнобедренный. В равнобедренном треугольнике углы при основании равны. Значит, угол ВЕФ равен углу ЕВФ. Кроме того, равны вот эти углы, потому что ВЕ – бисектриса. Так, а теперь давайте рассмотрим угол СВЕ, вот этот угол, и угол ВЕФ. Эти углы равны. А это накрест лежащие углы при параллельных прямых ВС и ФЕ и секущей ВЕ. Значит, вот эти прямые не пересекаются, они будут параллельны. Данное утверждение неверно. Задача четвертая. В равнобедренном треугольнике с периметром 55 см боковая сторона относится к основанию, как 4 к 3. Надо найти боковую сторону треугольника. В равнобедренном треугольнике боковые стороны равны. Обозначим за 4 умножить на х сантиметров длину боковой стороны. Основание – 3х. Вот отношение 4 к 3. 4 части и 3 части. Периметр – 55 см. Решая это уравнение, находим х. Х равен 5. Вопрос задачи. Найдите боковую сторону. Боковая сторона 4 умножить на х. Значит, 20 см боковая сторона треугольника. Задача пятая. Периметр треугольника АВС – 38 см. Медиана АВС делит треугольник АВС на два треугольника, периметра которых 26 см и 22 см. Надо найти АВС. Итак, треугольник АВС. Медиана АВС. Медиана делит ВС пополам. Давайте обозначим длину отрезков В, Д и ДС за х. Это равные отрезки. Длина стороны АВ – у. Длина стороны АС – з. Длина медианы – к. Надо найти длину медианы. Известно, что периметр треугольника АВС – 38 см. Это 2х плюс у плюс z. 38 см. Известно, что периметр одного из треугольников, допустим, вот этого, 26 см. Значит, х плюс у плюс к – 26 см. Или можно записать так. х плюс у – это 26 минус к. Периметр другого треугольника. х плюс z плюс к – 22. Можно записать так. х плюс z – это 22 минус к. А теперь вот в это равенство. Вместо х плюс у записываем 26 минус к. А здесь вместо х плюс z записываем 22 минус к. Получается вот такое уравнение с одним неизвестным. Находим значение к – 5 см. Значит, длина медианы АД – 5 см.